Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем с вами рисовать технические эскизы. Технические эскизы, в отличие от художественных, всегда рисуются в правильных пропорциях. То есть, в зависимости от того, для кого вы хотите производить данные изделия, для детей какого возраста, для женщин какой комплекции, для мужчин, вам нужно создать себе в голове шаблон, желательно нарисовать его, и этот шаблон использовать для технических эскизов. Никаких удлиненных ног, никаких удлиненных рук, ничего этого быть не должно. Нормальные, реальные пропорции, если мы говорим про масс-маркет промышленного образца. Соответственно, если у нас с вами стандартный размер 44, нам нужен манекенчик 44 размера. Если у нас с вами стандартный размер 50, манекенчик 50 размера, и рисовать мы будем именно на него. Вот это принципиально. Технический эскиз отличается от художественных тем, что пропорция соблюдается. У нас на сайте есть шаблоны. Если вы перейдете, посмотрите на сайте www.vvdesign.org, есть графа «Шаблоны». И здесь можно скачать как шаблоны для рисунка художественных эскизов, как видите, они с удлиненными ножками, так и шаблоны для технического рисунка. Вот здесь есть с разметкой для нижнего белья. Есть вот такой вот базовый шаблон, который у меня сейчас открыт. И есть для технического описания дизайн описания, который мы будем делать с вами в следующий раз. Поэтому, в общем-то, все подсказки у вас есть. Вы можете использовать те шаблоны, которые вам подходят. Вот то, что мы нарисовали в прошлый раз. Мы будем с вами рисовать от художественного эскиза, соответственно, до технического и описания. Я это все сгруппировываю. Точнее, сейчас я сделаю вот так. Я возьму это и скопирую сюда. Вот здесь уже сгруппируем. Соответственно, смотрите. Здесь у меня получается два изделия. Это джемпер и это брюки. На то и на другое изделие нужно рисовать отдельный технический эскиз. При этом, чем хороши художественные эскизы? Мы видим, как это носится. То, что у нас свитер более свободный. Он облегает. Он складочками ходит на пояс брюк. На техническом эскизе мы будем максимально уделять внимание правильности посадки пропорциям технологии. То есть оно будет абсолютно четко и абсолютно правильно у нас отражаться. Давайте мы начнем тогда с вами с брючек и будем их изображать на нашем манекенчике. Соответственно, слой с манекенчиками и девочкой я блокирую, чтобы он у меня не задирался. Создаю новый слой и на нем буду рисовать. Брюки у нас симметричные. У нас нет никакой асимметрии. Поэтому я буду сейчас рисовать одну половинку. После этого буду пририсовывать вторую. И еще раз. То есть моя задача сейчас не нарисовать красоту, как она в движении. Мы это все делали на художественном эскизе. Я буду рисовать именно, чтобы было максимально четко и понятно с конструктивной технологической точки зрения. У нас, как вы помните, мы рисовали. Посадка идет по талии. Соответственно, наш пояс мы будем рисовать от талии. Здесь у нас с вами идет штанина. От штанины вот она к бедру идет с легким такой свободой. И вниз она немножечко у нас клешится. При этом длина у нас в пол. Соответственно, вот таким образом мы это все собираем. Это у нас одна штанинка. Давайте я уберу и сделаю ярким каким-нибудь цветом рисунок, чтобы было понятно, где линия каркаса, а где линия, которую я рисую. Потом можно задать любой цвет. Это абсолютно нормально. Вот мы нарисовали. Она у нас такая прямая с расклешением от бедра. Вот эти все заломы, которые мы рисовали с вами на художественном эскизе, здесь не нужны. Мы уже смотрим на художественный эскиз, понимаем, как это будет смотреться. А на техническом мы будем именно конструктивные какие-то особенности показывать. У нас с вами в боковом швей есть карман. И, соответственно, вот мы его здесь обозначаем. При этом нужно обозначить, что он будет вот такой прямой или он все-таки будет с сгибом. Это сразу прорисовывайте, потому что потенциально технические эскизы отдаются конструктору. И конструктор уже по ним смотрит, как это будет смотреться. Поэтому здесь очень внимательно. И у нас с вами нарисованы две складки на каждой штанине. Соответственно, одна складочка и вторая складочка. Я ее вот даже, чтобы она у меня попала на конструктивную линию. Это линия основы. Вот, смотрите, она у нас сделана. Вот, а теперь мы берем с вами, значит, делаем более тонкой линию. Кстати, от красоты линии не отказываемся. Все равно здесь можно делать утолчение и утонение, да, для того, чтобы линии хорошо показывать. Я просто хочу сейчас максимально собрать тот вариант, когда у вас, ну, видна вот полностью половинка, все ее конструктивные особенности. Сейчас еще раз блокирую этот слой и нарисую все-таки тенюшки. От тени мы тоже не отказываемся. Технический эскиз это не значит, что вы пренебрегаете всеми способами выражения, да, но, как бы, немножечко смягчаете вот этот вот, так сказать, накал красоты, потому что вам нужно показать именно технологию. Поскольку эскиз будет черно-белым, в моем случае, я вот такую вот тень туда нарисовала. Сейчас я рисую прозрачным, потом просто залью все белой основой и с черным контуром все будет красиво выглядеть. При этом технические эскизы точно так же прекрасно поддаются прокрасу в цвете. И мы это тоже сейчас с вами посмотрим. Сначала сейчас рисунок, а потом уже посмотрим, как их можно и в цвете прокрашивать. То есть не только на художественном эскизе, но и на техническом. И при этом даже заливать его какими-то там тканями, там, например, твилом или еще чем-то. Так, копируем. Вношу это обратно на наш эскиз. Так, смотрим. В принципе, брючки у нас уже более-менее видно. Теперь смотрите, я вот эту часть залью беленьким. Вот она у меня сразу встала. Сейчас мы уберем это на задний план. Вон они мои, видите, легкие тени есть. Могу их сделать более интенсивными, чтобы их получше было видно, чтобы они выделялись в складки. Делаю цвет контура черным. Вот уже видно, да? Итак, мы с вами теперь делаем симметрию. Выбираем все. Ставим на центре точку. И симметрично отражаем. У нас получилась абсолютно симметричная половинка, одна и вторая. Кстати, так работают многие конструкторы, когда они делают лекало, а они строят только одну половинку. Теперь делаем пояс. Не забываем, что мы можем приблизить. И вы сейчас увидите, насколько будет отличаться пропорция даже на том художественном эскизе, который я делала. При этом я его не делала специально с преувеличенными какими-то пропорциями. То есть я его делала вполне реальным. Все-таки оно будет значительно меняться. Здесь у нас с вами будет пояс. На поясе, соответственно, это же тканевые брючки получаются. Будут собираться маленькие складочки, и мы их нарисуем, потому что они все-таки будут. То есть там внутри будет пройдет резинка, и складочки будут у нас собираться с одной стороны и с другой. Да, сейчас оно более толстенькое, потом мы сделаем его тоненьким. Так, вот так вот. Соответственно, показываем здесь и здесь. Здесь толщину кисти я сейчас сделаю на 5 тоненькую, да, и чтобы она была такая вот с толщениями и утонениями. Соответственно, можно еще добавить дополнительно такие вот усики. Тоже сейчас мы это все потоньше сделаем. Это просто показывает нам то, что пояс он такой неравномерный. Так, вот так я собрала. Они не будут такими грубыми, не пугайтесь. Просто, когда вы рисуете водополюстратором, можно не всегда сразу настроить кисть, а просто нарисовать объекты, а потом им придать определенные свойства, которые вы хотите. Так, выбираем. Сейчас я их загруппирую, чтобы они мне были выломаны в одном месте. Так, 0,5. И тоже она у нас будет с таким вот толщениями и утонениями. Так, здесь нам не нужно. То есть пояс он такой более сложный, более пожатый. Я бы, наверное, даже дала его вот так. Сделала бы это тенью. Так, соответственно, вот эти точки мы можем подвинуть. И сюда поставить вот так. Так, и это у нас будет тенюшечка тогда. Сейчас мы вот так поменяем местами. И сделаем легкий-легкий оттенок. Одна, вторая. И эффект непрозрачности прямо буквально до 3%, чтобы она совсем чуть-чуть там была и виднелась. То, что она там есть. Вот в моем случае эскизы не всегда получаются сразу идеально. То есть я обычно с ними работаю. То есть рисую какие-то дополнительные элементы. Понимаю, что там, например, тот внешний вид, который я продумала изначально, он не подходит. И дорисовываю потом. Я считаю, что это абсолютно нормальная история. Плохо, когда люди как бы что-то сделали, поняли, что, ну, возможно, что-то где-то недоработано, не получилось. И как бы кидаются, не хотят там с этим работать. Почему нет? Ну, это же не говорит о том, что вы что-то плохо сделали. Вполне можно исправить. Поэтому никогда не бросайте такие вещи. Просто делайте их так, чтобы конечный результат вас удовлетворил. Самое главное. Так, здесь будет у нас двойная отстрочка. Соответственно, у нас здесь есть с вами пунктирная линия. Сейчас мы два на два сделаем. Так, и вторая линия. Так, это строчечка. Тоже сейчас мы сделаем потоньше. Вот, и вот эти линии, наверное, утоплю немножко цветом, чтобы они так не выделялись. Плюс ко всему мы с вами делали дырочку. Соответственно, с толщиной 0,2 и 0,2, в которой будет вставлен шнурок. В данном случае я не буду его завязывать узелком. Я просто его вот покажу, что он будет вот такой. Длину шнурочка тоже надо будет потом прописать. Потому что в зависимости от длины шнурка будет определенным образом у вас завязываться бантик. То есть, если будет маленькая длина шнурка, будут маленькие бантики. Если большой толстый шнурок, у вас будет большая длина. Ну, соответственно, это все тоже надо обозначить, все надо прописать. Поэтому не пренебрегайте этими моментами. Так, шнурок немножечко цветом выделю. Вот так вот. Здесь есть шнурочек у нас. Что еще нам нужно показать? У меня будет вот здесь отстрочка. Смотрите. Уже пошли с вами на отстрочки. Отстрочка по краю кармана. Здесь она будет симметричная. Соответственно, там и здесь. Надо еще посмотреть. Вот я бы застрочила с удовольствием вот так вот складочки. Соответственно, короткие такие вот застрочки сделала бы, чтобы они пожестче лежали. Но это как бы уже мои личные предпочтения. Можно это делать, можно этого не делать. Но если я хочу, я это на эскизе обязательно обозначаю. Так, сейчас я строчку сделаю более... еще более тонкой, чтобы она не так сильно кидалась. Вот одна, вторая и 0,25. Вот она будет вообще прям хорошо смотреться. Так, там я застрочила. По низу у меня будет шов прямой. Соответственно, один и второй. Если это распашив, то делаем двойную отстрочку. Но это уже, если вы немножечко не понимаете, можно поговорить с конструктором, с технологом. Они вам немножечко подскажут, что можно сделать. И теперь, что я делаю? Нам нужна с вами обратная сторона. Соответственно, в этой обратной стороне тоже нам нужно немножечко посветлее. Ну, чтобы так сильно не бросалось глазом. Соответственно, спинка. Все мы можем скопировать туда, переместить. Это очень удобно. Что у нас не будет видно? У нас не будет видно карманов. Нужно понять, будут ли у нас по спине складки или нет. Я бы их оставила. И убрать, соответственно, те детали, которые идут. Соответственно, складочки я могу оставить. Например, их немножечко там другому нарисовать. Вот. Вот таким образом оно будет. Если какие-то дополнительные элементы. Например, вы не хотите, чтобы по спинке были складки, а вы хотите туда поставить карманы, например. То почему нет? Ну, сразу надо здесь показывать. Да? Я закладываю все-таки такой большой объем. Соответственно, и спереди складки, и сзади складки. То есть у вас брюки будут объемные. Может быть, у вас там подлиннее отстрочка будет. Это вот надо все прописать. Вот. У нас получился технический эскиз. Соответственно, наши с вами брючки. Смотрите, как они видятся. Немножко по-другому смотрятся за счет этого. Вот. И теперь будем рисовать технический эскиз джемперочка. Так. Можно каждый эскизик сгруппировать, чтобы они у нас были. Здесь мы с вами нарисовали просто, без теней. То есть можно тут боковые тени нарисовать. Но, в принципе, они нам не нужны. Нам нужен с вами просто чертеж изделия. Потому что здесь у нас вся красота уже нарисована. И мы их можем показывать, соответственно, симметрично. Вот джемпер. Тоже буду рисовать половинку. Соответственно, он у меня вязанный. Реглан. Сейчас я нарисую форму, а потом отрежу реглан. Так будет покомфортнее. То есть длинный рукав. Такой средней ширины. И здесь. Так вот спущено. И он у меня будет прямого силуэта. Практически вот так. Соответственно, вот такая штучка у меня. Соединяю. И реглан будет идти вот такой линией. То есть вспоминаем, да, то, что у нас там и нарисовали реглан. Здесь мы будем его делать точно так же. Окно. Обработка контуров. Разобрать. Вот у меня получилось. Плечо смотрим правильно. Нужно понимать, что трикотаж очень мягкий материал. И если вот я вот так нарисую, да, то все равно он будет более мягко рожать. То есть тут есть свои нюансы. Соответственно, помните, мы с вами делали вот эти переходы. Здесь нам их надо сделать точно так же. Соответственно, убираем лишние. Линию делаем максимально тоненькой. И прописываем ее сереньким цветом. Вот теперь объект, переход, создать. Объект, переход, параметры перехода. И я помню, мы когда там нарисовали, там было бы у нас 18 на рукаве. Вот так. Соответственно, точно так же рукавчик берем. И сюда помещаем. Создаем отправочную маску. Дело в том, что эту штучку нужно убрать назад. Вот. Создаем отправочную маску. Вот у нас получилась с вами, соответственно, имитация вязки. А если здесь сделаем белый контур, то вот оно ровно у нас встает. Так. И сейчас я сделаю быстренько симметрию от линии центра симметрично. Центральная же часть, она у нас единая, правильно? Соответственно, мы ее сливаем. Немножечко я не попала. Берем сейчас лишнюю точку. Вот. И центральную часть нам тоже нужно с вами взять. Таким же способом сделать. Отрезаем кусочки. Здесь это быстрее, потому что там у нас были с вами волны на рукавах. Здесь этих волн нету, поэтому все у нас получается достаточно быстро и просто. Так, теперь мы делаем на 25, такую же тоненькую штучку. Объект, переход, создать. Объект, переход, параметры перехода. По-моему, там было что-то около 22 шагов у меня. Сейчас мы посмотрим, будет оно смотреться или нет. Можно чуть-чуть побольше, там 25. Да. Теперь это берем, заливаем, ставим его наверх и создаем оттравочную масочку. Вот у нас с вами получилась красота. Такая вот красивая, стильная штучка. Можно здесь обозначить, что здесь будут бабочки. Сбавочки прорисовывают обычно такими вот галочками в сторону сбавки. Соответственно, это уже трикотажная технология пошла. Вот, ну вот такими вот галочками обозначают, что вот здесь идут сбавки по направлению вязки. Или прибавки. Ну, соответственно, в расширяющуюся сторону прибавка, в сужающуюся сбавка. Вот так. С одной стороны и с другой. По обработке здесь, видите, у нас на горловине ничего не требуется. Хотя вот мне не нравится, почему у меня там получилась горловина ерунда какая-то. Сейчас мы поправим. Так. И сбавочку вот сюда. Только она у нас должна быть с зеркальным отражением. То есть, как видите, при рисунке технических эскизов требуется не только именно рисунок, но и понимание, знание технологии того изделия, которое вы будете делать для того, чтобы потом это изделие можно было произвести. Так. Вот так. И вот это хочу поправить. Мне нравится то, что у меня там получилось. Потому что я, по-моему, не совсем ровно обрезала. А это не здорово. Нет, вот это вот, пожалуйста, которое... Да, вот. Видите, отравочную маску. И что-то мне тут вот смущает. Вот это ерунда. Так. Вот. Теперь будет ровно. Потому что там край получился неровный. Прямо некрасиво было. И мы тогда задавали с вами непрозрачный. Здесь тоже я ее задам, чтобы она не на передний план не вылезала, а была более такая ровненькая. Вот. Здесь бабочки. Ну и спинка будет у него симметричная. Соответственно, здесь вообще прям быстро, удобно и спокойно. Вот. У нас получилось с вами два изделия. И что мы можем теперь сделать? Здесь мы можем красиво показать. Сейчас мы создадим еще одну монтажную область. Вот. То есть эти ребята раздельно были. И здесь мы можем с вами собрать уже более такой цельный образ. То есть у нас вот такая штучка. И это на самом деле вот так. И вот так. Я думаю, что вы часто видите такие штуки. Вот. Смотрите. Что у нас получилось. Вот. То есть, соответственно, вот эти брюки, вот этот джемпер, это вот так. И с этим уже дальше можно работать. Как мы будем делать дизайн-описание. И как вот уже вот это вот все передавать конструктору. Поговорим с вами в следующий раз. На этом все. Большое спасибо за внимание. Обязательно рисуйте, практикуйтесь. Практика наша. Все. Будете практиковаться. У вас обязательно все получится. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok